Умер Владимир Жириновский. В последний раз он посетил Бурятию в 2011 году. Многие улан-уденцы до сих пор помнят, как лидер ЛДПР раздавал деньги и арбузы на центральном рынке и встречался с народом в Русском драматическом театре. Несмотря на 8 прививок, Жириновский все-таки заболел коронавирусом. Его похоронят завтра в Москве на Троекуровском кладбище, рядом с родными. Чиновники правительства Бурятии начали отчитываться о доходах за прошлый год. Пока свои декларации опубликовали только трое, доход зампреда правительства Екатерины Кочетовой составил более 6 миллионов рублей. Значительную часть этой суммы она получила от продажи квартиры и автомобиля. Министр природных ресурсов Сергей Матвеев задекларировал более 2 миллионов. Он владеет квартирой, долями земельных участков и тремя автомобилями. Как ни странно, министр земли и имущества имеет этой самой земли и имущества меньше, чем многие из ее коллег по правительству. Маргарита Магомедова ездит на Тойоте РАВ-4, владеет половиной квартирой и гаражом. Сегодня стало известно, что министр природных ресурсов Сергей Матвеев покинул свой пост. Вчера глава Бурятии подписала указ о его увольнении. В должности министра Матвеев проработал всего год. О причинах такого решения официально не сообщается. Майские каникулы могут продлить с 7 до 10 дней. С такой инициативой накануне выступил вице-спикер Госдумы Владислав Дванков. По его мнению, длинные выходные необходимы, чтобы россияне успели и поработать на даче, и пообщаться с близкими. Окончательное решение пока не принято. По Иволгинскому району разгуливает черный козел. Первые фото животного появились в интернете 5 апреля. Пользователи соцсетей тут же предположили, что животное ритуальное, и шаманы провели с ним обряд. А если козел вернулся к людям, значит, обряд не закончен. В Бурятии выберут лучшего таксиста. У водителей проверят теоретические и практические знания. Одно из заданий – езда со стаканом воды на крыше. Победителя отправят в Чечню на всероссийский этап конкурса. Продолжение следует...